всем привет сегодня я на уютном диване значит сегодня мы с вами вновь поговорим на очень интересную тему оставайтесь вы наверное уже поняли про что мы с вами будем говорить это полюбившаяся вами тема о советском времени и это одна из тех тем которые предложили именно вы мои любимые зрители не забудьте как обычно перед началом влога поставить пальчик вверх написать течение этого влога ваши комментарии может быть вы что-то вспомните что-то я забыл возможно что в нашем регионе где я рос не было тех или иных игр ну и конечно же как обычно я у вас во время влога буду спрашивать какие-то советы потому что не все игры оказывается я знаю либо знал но мне кажется что мы в них как-то неправильно играли вот ну и конечно же у меня такой к вам очень риторический с одной стороны с другой стороны практический вопрос напишите в комментариях сразу сейчас нажмите на паузу кто видео наши смотрят до конца без стеснения без какого-то повода но нам это важно потому что по статистике мы не можем понять либо это youtube нас ограничивает в каких-то и обманным способом пишет какие-то неправильные статистические данные видео потому что многие из вас пишут ответы и комментарии в течение всего влога потому что где-то какие-то вопросы возникают начале где-то середине где-то в конце я понимаю что об этом я говорил там в конце влога youtube почему-то пишет что по статистике общего количества просмотров времени намного меньше потому что здесь совершенно недавно столкнулся с вопросом что одна из моих зрительниц оказывается писала мне много комментарий комментариев а youtube пишет то что их достаточно было мало то есть там по количеству около трех четырех комментариев как будто бы за все время она оставила я подготовил как обычно листочек записочка для того чтобы легче говорить не забыть то что нужно вот мы давайте приступим к обсуждению нашего с вами вопроса и поговорим с вами на тему когда мы были маленькие когда деревья были большими потому что детство было золотое детство было веселое беззаботное время одним вспоминаешь теплом всегда не знаю может быть у вас были какие-то другие эмоции другие впечатления об этом конечно обязательно пишите время проводили особенно в летние периоды с утра и до позднего вечера пока нас родители не крикнут либо на обед либо на то что нужно идти домой и самое главное то что родители нас не теряли то есть мы имели возможность гулять во дворе про нас никто не беспокоился да то есть но были конечно верно какие-то переживания но не в таком времени не то есть не в такое время как сейчас то есть в лучшем случае сейчас либо дети гуляют чтобы родители их видели с балкона либо из окна но в чаще всего конечно же дети гуляют под присмотром родителей имеется имею ввиду такие такой возрастом 5 6 7 лет родители сейчас конечно связи с этими всеми ситуациями страшными которые происходят нашей стране это и убийство и педофилия и общем чего только нет конечно же родители боятся отпускать детей куда-то далеко а в наше время когда мы были молодые и кто старше меня по годам гуляли мне кажется у нас такого не было что не ходи туда не ходи сюда стою окна сиди в этой песочнице два шага не шагни мы гуляли не только своем так скажем дворе ну и гуляли по всему району ну конечно были случаи когда мы там зимой уходили куда-то на санках соседние районы родители нас теряли но это было крайне так скажем в порядке исключения из правил но и родители конечно тогда беспокоились какие были вспомните быстрые перекусы да то есть мы с гуляли с вами на улицах и можно было спокойно прийти к любому соседу к своему другу домой тебя там накормят напоят бабушка мама там не знаю еще кто-то сделать быстрые бутерброды с маслом сверху посыпят сахаром либо печенье с маслом намажут а еще я помню был такой бутерброд точно также хлеб масло но в некоторых случаях туда делали не сахар а соль и это тоже было безумно вкусно если кто-то выходил уходил точнее с улицы домой обедать либо еще что-то ну тот кто не хотел либо на улице было вкусно всегда говорили как у меня в памяти принеси что не поесть вынеси что не поесть и родители либо это мама и бабушка там в общем кто-то снаряжал какими-то бутербродами либо с колбасой либо там те же самый с маслом вот но в общем было достаточно весело и эти воспоминания были и сейчас есть они так углубляют тебя и возвращают как машина времени куда-то далеко и надолго в то время когда тебе было круто в детстве так ну что сейчас я тут подглежу немножечко посмотрю так гулять рассказала родители а и кстати еще было такое время вот последнее что в то время когда мы гуляли были конечно же бабушки и дедушки до дома у кого-то у кого-то родители по сменам ходили и не переживали но как я помню у нас в детстве были такие ребята у которых не было бабушек дедушек ну либо по так скажем что их вообще не было рано ушли из жизни либо они жили где-то отдельно в другом городе и родители не боялись оставлять этих людей одних дома вот как фильме да то есть не приходили вот эти вот переключения один дома что-то мог вор прийти либо еще что-то но наверное в стране это было но просто либо это не афишировали либо это было настолько индивидуальный случай что родители в любом случае не боялись оставить своих детей одних дома ключи вешались вот так вот сюда на на шею а и помимо того что как по-моему наталья бабуля говорила что ключи оставляли под ковриком но и вот я помню что ключи были на шее у всех детей и если не было возможности родители где-то на смене оба и не было там старшего поколения то без всякого страха и боязни родители оставляли этих детей одних не только во дворе но и конечно же дома так начнем значит с такой вообще хотел начать тематику с того то что хотелось найти игры сначала их разграничить игры которые во дворе до были игры которые были сделаны своими руками а на самом деле это наверное будет относиться совершенно к другой теме потому что потому что многие из вас написали тему такую там и журналы книги музыка были такие журналы там с пластинками но это другая история и вот в таких журналах типа мурзилки либо еще что-то там были такие игры которых нужно было либо вырезать либо с помощью каких-то чертежей составлять каких-то из бумаги какие-то игры но я искал другие игры такие вот как я вам что-то немножко отодвинусь все тут в домашних таких условиях чтобы можно было чтобы можно было вам показывать картинку и было если что было видно меня вот с левой стороны сейчас будут появляться у вас картинки самая игра которую меня вспомнилась сразу же о которой кстати забыл и тут у меня просто нет из того из чего можно это было сделать это были такие такая игра нужно было всего лишь нитка обыкновенная для шитья и пуговица и вот делали вот такие вот интересные игры на них наматывались вот это вот на пальце делалась ниточка как-то заматывалась и вот в разные стороны растягивалась вот так вот тут и она очень интересно жужжала сделать делал такой какой-то звук интересный ненадолго конечно пока нитка не сотрется но в любом случае это было круто интересно кто так делал кстати напишите если у вас будут какие-то игры которые вы точно так же как это делали своими руками тоже обязательно напишите потому что я больше не вспомнил и в интернете даже когда подглядывал посмотрел ничего такого больше я не нашел чтобы можно было что-то сделать самостоятельно что мы с этой игрой только не делали с этой ниткой с пуговицы и по зубам возили и по каким-то предметам она вот издавала разные звуки это уже очень деревянное детство настолько новое восхищение не знаю сейчас мне кажется современная молодежь если посмотрят видео но не поймет этих всех историй и для них это будет далеко не интересно и скажет нихрена у вас там как называется играть то было не во что вот ну короче только ее нашел на все остальное то что я выписал это естественно опять я пользовался но своими какими-то воспоминаниями ну и конечно же это различные интернет-издания которые проводят статистику и игры находились на каких-то определенных местах я буду рассказывать о своих каких-то интересных интересных событиях той или другой игры но вот вопрос только в том что если у вас что-то было то тогда обязательно напишите тоже прятки на первом месте это были прятки но в прятки играли не только во дворе но и в какой-то момент играли и дома до сих пор когда я приезжаю в гости к своему племяннику денис всегда просит поиграть в прятки это конечно достаточно смешно потому что понятно что даже несмотря что это трехкомнатная квартира в любом случае ребенка ты найдешь и будет прекрасно понимаешь куда он может спрятаться либо в шкаф либо там за куда-то шторку лиза вы либо за тюль либо в туалете где-то сидеть но в любом случае до сих пор и дети играют в эти игры но в тот момент когда мы играли конечно же дома были игры но на улице если играешь мне кажется человеком невозможно было найти никогда потому что можно было спрятаться там где-то далеко у нас на территории двора что ну человек будет очень долго искать вот а потом с одного конца двора бежишь другой потому что там где-то искал этого человека нет и бежишь что где нужно же было как-то было либо стенка либо там какой-то угол дома где нужно было отбить что я теперь типа нашел и вот бежишь с двух сторон отбиваешь это типа как называется что нашел и человек либо дальше горит либо там в общем как-то менялись местами и честно говоря не помню как это происходило жмурки жмурки у меня тоже воспоминаниях есть когда читал об этой об этой программе об этой программе об этой игре было тоже интересно вспомнить потому что именно у меня событийный ряд с этой игрой не связан где-то в квартире потому что очень много фотографий очень много информации то что жмурках жмурками играли играли на в квартирах в квартирах то есть ну как то можно было играть это была из самых популярных игр детей советского времени дома. То есть тогда, скажем, не настольная игра, а именно, так скажем, массовая игра, когда можно привлечь было всех детей, которые пришли на день рождения, например, какому-то другу. Но я так понял, что вообще эта игра, жмурки, она пошла с Древней Руси, потому что там как-то и колокольчик использовался, и какие-то хлопки. Ну, в общем, если у вас какая-то эта игра вызывает какие-то положительные эмоции, либо что-то, воспоминания какие-то свои, как вы играли, может быть, были какие-то правила особенные, которые я не знаю, обязательно напишите тоже в комментариях. У меня воспоминания об этой игре совершенно странные и какие-то, наверное, сумасшедшие. Почему? Потому что в жмурки мы играли в подъезде, в подъезде четырехэтажного дома, там, где я жил уже, сейчас где живут мои родители, там жили мои подруги, в общем, все наши друзья, которые собирались в нашем доме, жили и в окрестностях, так скажем, наша компания. Мы играли в жмурки, в жмурках, в жмурки играли почему-то именно между, на четвертом, между четвертом и третьем, и на третьем этаже. Но больше всего вот как-то вот в этом пространстве, что мы только не вытворяли. И ползали по перилам, и перелезали через них, и как-то вот нужно, можно было даже там, вот такая была лестница, я помню, на чердак на четвертом этаже, и как-то ты понимаешь, что ты загнан в угол вот на этой площадке, где четыре квартиры, тебе нужно было как-то спрятаться. Тут и с мешки, и вроде бы как бы какие-то ужимки, потому что не хочется себя выдать. И перелезали через эти перилы, перилы на эту лестницу с обратной стороны, ничего не боясь, забирались аж на самый верх, и можно было упасть просто с, так скажем, самого верхнего потолка, четвертого этажа, вниз на третий на пол, то есть, ну ничего не боялись. Но вот у меня почему-то именно такие воспоминания именно с этой игрой жмурки, я не знаю, какие у вас. Но у меня вот, и причем это было не в каком-то таком, там, четыре, пять, шесть лет, нет, это было уже, наверное, когда нам было лет там по тринадцать, по четырнадцать, где-то вот в таком вот возрасте, такие взрослые детины играли в жмурки, играли в жмурки в подъездах. Ничего не нашел, никакой информации на следующем мероприятии, поэтому нет никакого, может быть, что-то найду, когда буду монтировать, но изначально, когда готовился к этому выпуску, не нашел ничего. У меня такое, значит, ощущение, что только в нашем дворе это делалось. У нас традиционно каждый год, каждое лето, когда у нас у всех были летние каникулы, мы раз в месяц делали концерты, то есть к подъезду протягивалась нитка белевая, туда вешались какие-то там, допустим, там, вот такие типа покрывала, на белевые веревки, это у нас были кулисы. Наверное, оттуда пошло вот этот творческий потенциал мой, и у других моих бывших соседей, друзей, вот, потому что мы исполняли песни, читали стихи, читали какие-то прозы, делали кукольные спектакли, нам выносили магнитофоны в то время уже, можно было какие-то кассеты включить, там, либо пластинки, вот, и собирался, действительно, ходила у нас девочка, которая старшая Люда, и Люда Попова, нет, сейчас не помню, как у нее фамилия, Пацукова, что ли, вот, ну, не важно, важно в том, что она была такая, скажем, организатор вот этих всех концертов, она всех собирала, раздавала роли, и мы с какалками пели песни, танцевали, показывали какие-то сценки, и весь дом приходил, потому что вы заранее оповещали, что такого-то числа у нас будет концерт, приходите, и это проходил у нас, у нас трехподъездный дом был, вот, и у первого подъезда все это проходило, потом, через какое-то время это переходило уже в подъездах, у нас тоже было уже прямо в подъезде, в нашем, во втором, ну, в общем, вот такие концерты проходили, не знаю, делали вы такие программы для своих соседей, либо нет, интересно узнать, но в интернете почему-то я об этом не нашел, и прямо специально, отдельно написал. Вышибалы. Вышибалы, мне кажется, они везде были, но команда, по-моему, делилась как-то на две части, одна команда выбивала, другая, другая, должны были ее выбить, либо как-то было два человека, которые как-то, ну, в общем, как-то выбирались, либо которые первые, которых выбивали, ну, в общем, как-то распределялись роли, я, честно говоря, не помню, если что, напишите об этом, как вышибалы игрались, на Цуэфале, боками ножницы бумага, не помню, в то время было, либо нет, но самое главное, то, что вот эта игра настолько иногда заходила в азарт, что нужно было выбить какого-то человека, а он был настолько шустрый, ловкий, умелый, что, ну, никак не получалось, и уже настолько было злости в тех людях, которые выбивали этого последнего человека, либо хотелось так быстро выбить эту команду, что мяч летел с такой силой, с дурью с такой посылался, что прилетал куда-то в лицо, и оставались вот такие, знаете, ну, шлепки от мяча, след такой, алого цвета, и от этого, конечно, кто-то плакал, от кого-то были смешки, вот, еще, по-моему, играли двор на двор, что приходили, играли двор на двор, но у нас как-то недружно уже было, потому что у нас больше ходили мордобоем, занимались, делили территорию, потому что на одной части двора у нас были одни, игры свои, там, как называется, вот эти, ну, для подтягивания, аттракцион, так скажем, в нашем дворе были другие, они ходили к нам, а мы их выгоняли, а мы ходили к ним, и они нас выгоняли, в общем, такая история, я знаю пять имен, это тоже интересная игра, но, наверное, она не совсем такая актуальная для взрослых людей, а она была все-таки больше для подростков, либо младшего возраста, но я о ней забыл, на самом деле, потому что, и о многих играх, наверное, я забуду, поэтому вы пишите в комментариях, это игра, где нужно было кидать, вставали в круг, и я знаю пять имен, да, кидали, я знаю пять имен по кругу, и, например, последнему, кому мяч от доставался, условно это было пять имен, потому что можно было говорить имя, можно было говорить город, можно было говорить еду, можно было там города, и так далее, и тому подобное, Ну и на ком, так скажем, это не игра в города, то есть не так, что Москва, Алмата и так далее и тому подобное. Это просто была игра, пять имен, и пошло, например, девичьих имен. Пошло Маша, Марина, Оля, Катя, и нельзя было повториться. До какого периода это проходило, либо только круг, либо пока все имена не закончатся, вот это я тоже, честно говоря, не помню. Либо там какие-то там города, либо еще что-то. Вот это я, честно говоря, забыл, если что, напомните обо мне. Напомните мне. Испорченный телефон. Вот Испорченный телефон для меня тоже изначально была очень интересная игра, я почитал о ней немножко в интернете, толком не понял, так скажем, правила. Ну, был ведущий, либо две команды, и одна команда загадывала другую, другой команде какое-то слово. Но в то время, когда я играл в игру, игра больше превращалась в какой-то, если была команда на команду, ну, в такое, знаете, надшибись. Наверное, так это правильно слово, чтобы не материться. То есть тебе изначально говорили неправильные имена. Здесь, кстати, вот бабушек, которых я показываю на картинке, очень смешную картинку нашел. Она как раз вот и говорит о том, что нужно было говорить какое-то слово, которое можно было услышать и не расслышать. И оно само по себе, так скажем, меняло свой функционал, меняло вообще структуру слова и в конце концов сравнивали, что было у ведущего в начале и что дошло до конца. Но потом, когда мы играли, уже это все происходило не в игру, а просто, так скажем, вшина. Вшина. То есть, ну, грубо говоря, вот так вот как-то говорили, вместо машины, то ли вшина, то ли машина. То есть изначально не было понятного слова. То есть структура самой игры, она терялась. Дальше «Море волнуется раз». «Море волнуется раз» – это тоже интересная игра, но мне кажется, в нее я играл совсем был маленький. Это либо садик, либо более, так скажем, первые-вторые классы. В описании игры структура сама игры, она была разная абсолютно. То есть там их несколько разновидностей, как она проходила. Но, как мне помнится, что суть игры особой, когда мы играли, я так и не понимал. Почему-то всегда был один и тот же ведущий, который стоял и говорил «Море волнуется раз», «Море волнуется два», «Море волнуется три», «Морская фигура» на месте замри. Ну, там замирались там, да, то есть замри. То есть не было назначения какого-то, как я помню, никакого-то морского животного. Осьминог, там, не знаю, там, золотая рыбка, либо еще просто там замирали в какой-то позе. И, как я, мне больше понравилась идея, я не знаю, как у вас сыгралась, напишите в эту игру. Идея мне понравилась, что ведущий ходил по периметру. В первом случае это было, если человек стоит и пошевелился, значит, он, получается, выбывал из игры. Либо он становился ведущим. И второй момент – это нужно было замереть. И ведущий ходил и выбирал, так скажем, самую интересную фигуру, которую можно было изобразить творчески в той или иной ситуации. То есть дома-то можно и на пол было лечь. Хотя, мне кажется, нам, советским детям, мы могли попой в песок сесть, в обоссанной кошками в песочнице. И, в общем, все, что угодно могли вытворять. В общем, напишите в комментариях, как вы играли в эту игру. Тише едешь, дальше будешь. Вот это, конечно, интересная игра. И когда я смотрел южнокорейский сериал, который назывался «Игра в кальмара», вот там как раз кукла такая, кто ее смотрел. Помните, там была такая кукла, которая как раз… Там их как-то переводится, не помню. И, в общем, там точно кукла так же голову отворачивала, и в этот момент нужно было бежать. Я так понимаю, что кто первый добегал, тот и выиграл. А тогда результат игры какой был, либо он становился ведущим, либо кто последний добегал, становился ведущим. Ну, в общем, и нужно, естественно, было, по-моему, не пошевелиться. То есть, когда человек поворачивался, нужно было, по-моему, не шевелиться. Не шевелиться. И вот эта фраза «тише едешь, дальше будешь» изначально можно было, так скажем, запланированно проговорить в разных интонациях. Либо «тише едешь, дальше будешь?» Типа ты быстро «тише едешь, дальше будешь?» Либо «тише едешь, дальше будешь?» Ну, то есть, ну и как-то внезапно поворачиваться. Ну, в общем, в чём-то заключалась игра, но это настолько было далеко не правда. Я помню вот эти игры, но саму конструкцию игры, на самом деле, и некоторых игр я действительно забываю. Поехали дальше. Время идёт, деньги остаются. Так, у меня тут ещё кошки могут по заднему фону бегать, потому что они проснулись всё время, 3 часа. У них гонки по вертикали пошли, по полу здесь, в общем. Девочки, в чём? Что случилось? В общем, тут с ними не соскучишься. Следующая игра, в которую, наверное, больше играли девчонки. Хотя я в какой-то момент и некоторые наши ребята играли тоже в эту игру. Это игра «Резиночка». Вообще, девчонки, не помню, наверное, всё-таки это вы знаете правила этой игры, потому что у нас, я расскажу, как у нас было, но мне кажется, что мы в эту игру тоже играли неправильно. Единственное, что доходили моменты до такой истории. Кстати, резинку вот эту для трусов, я не знаю, как она называлась, не знаю, как она, не бытовая, как она называлась. Ну, в общем, вот эту резинку для трусов, которую очень сложно было достать, потому что в то время это было в дефиците. Если у одного человека это появлялась резинка, то с ним, с человеком с этим дружили, даже если это была самая мерзкая девочка, которая была во всём дворе. Но я помню, что сначала это были разные, так скажем, уровни по ноге, потом куда-то чуть ли не до пояса, потом подмышки. Не понимал, как это играет, чуть ли не на голову уже потом цепляли. В чём суть заключалась игры, проигрыша и вообще результаты игры, не знаю. Помню, что там были какие-то просто прыгалки, какие-то именно физические упражнения, так скажем, там просто через них, через эту резинку перепрыгнуть, потом как-то нужно было одну резинку накинуть на другую. Ну, в общем, кто помнит, если сможете описать, обязательно напишите. Но вот я помню, что до сумасшедшей доходила вот эта вот игра в резинке, потому что иногда резинки доходили аж до подмышек. Естественно, что туда ногу ты не закинешь. Там нужно быть либо балериной, либо заниматься художественной гимнастикой, либо иметь такую растяжку, где-то заниматься в хореографическом классе, чтобы иметь такую растяжку. Вот, поэтому жду ваши, девчонки, комментарии по поводу резиночки. Съедобно и несъедобно – это игры тоже с мячом. Тоже, мне кажется, более такая детская игра, где нужно было назвать какие-то слова. И я так понимаю, что суть ведущего заключалась в том, что ты, например, сначала говоришь несколько съедобных предметов, ну, предметов пищи, не знаю, как сказать. Например, там яблоко, груша, апельсин, банан, тыква. И потом, например, говоришь там кирпич. И вот тем самым ты как бы забалтываешь. Но опять же не помню, в чем заключалась суть игры. Что? Ну, кинул ты кирпич, он проиграл. То есть человек выходил, получается, из игры стоял сбоку. Я помню, что мы в это играли, но к какому результату приходила эта игра, я не помню. Вот правда. Значит, будем просить помощи и у зала у вас. Ножички – это была тоже потрясающая игра, которая просто для меня была в восторге. Причем эти ножички, они были разнообразные. Были вот ножи простые, обыкновенные. Ты рисовал круг, рисовался круг, делился на равные части тех людей, которые принимают участие в этой игре. Например, четыре человека, значит, на каждую, на одну четвертую вставал. И потом каким-то, с помощью какого-то жребия, нужно было отвоевать, получается, какую-то территорию каждого человека. Причем нужно было как-то достать, ну, например, ты кинул нож, и нужно было достать до конца другого, ну, как бы, круга, диаметра. То есть на другую сторону ты должен достать. Если слишком далеко, получается, ты попал, и не заступая из своего вот этой выигранной территории, ты не можешь достать до другого конца круга, куда у тебя нож прочерчивается. Вот это настоящая геометрия была, а не то, что в школе. То получается, что ты отбираешь этот кусок у своего партнера, либо там игрока. Вот. А еще была какая-то игра, я помню, еще с ножом, я не помню, как это называется, охотничий нож, его складывали буквой Г, вот сейчас я, кстати, вспомнил, даже это не записано, и как-то игралась, рыхлилась земля, нож ставился в букву Л, острем вниз и тупой стороной, и нужно потом было как-то подкинуть, нож подпрыгивал, и там были всякие солдатики, еще что-то, то есть они разными боками вставали, буквы Г могли вот так вот остров встать, потом могли встать на ребро кверху ножом, ну, в общем, вот эта игра тоже была, но тоже не помню, в чем заключалась суть игры. Так, городки, ну, в городки, вот я вспомнил, что у меня играл брат, брат мой старше на 4 года, и вот городки они уже были, это, конечно, крутая игра была, ставились какие-то, ставились какие-то эти предметы, но это уже более организованная игра, потому что можно было найти где-то на улице какую-то палку, но не помню, как находились, либо такие палки были, потому что тоже, типа, как городки ставили всякие, там были танчики, домики и так далее, и тому подобное, но я это видел, но в это не играл, ну, играли, вот, так скажем, воспоминания, старшее поколение, это вот брату, который был старше меня на 4 года, и там старше чуть-чуть, ну, естественно, наверное, играли взрослые люди, хотя там домино. Фанты, вот Фанты, кстати, тоже, я не помню, игра про Фанты, в чем она заключалась, но я помню, что что-то как-то складывались какие-то вещи в одну шапку, либо там в какой-то предмет, и нужно было загадать, нужно было загадать какую-то игру про Фанты, то есть, ну, что нужно сделать этому Фанту, да, либо за спиной этого человека, за спиной этого человека говорилось, что нужно было сделать либо этому Фанту, либо писались, как это мы так играли. А по технологии этой игры в интернете, в описании написано было, что было два предмета, куда складывались. В один складывались предметы всех участников, в другой писались какие-то записки, что нужно было сделать этому фанту. То есть доставался предмет, доставалась записка, но мне кажется, это немножко неинтересно было записками. А вот я помню, что мы уже в более сознательном взрослом возрасте, у своих девчонок-поздевых мы на дне рождения часто играли в эти фанты. То есть были гости все, и, естественно, именинница сидела за столом, а, например, мы сдавали все вещи, и потом из какой-то шапки доставался предмет, и, например, мы говорили, что нужно сделать этому фанту. И именинница говорила, например, этому фанту нужно спеть песню, станцевать, прочитать стих, выпить стакан сока. Ну, в общем, на тот момент жизни какие-то интересные факты, что-то нужно было сделать внутри семьи, либо там друзей. Мне кажется, так было намного интереснее. Ну, и практически в завершении видео, конечно же, там в те поправьте истории, где, может быть, как-то вы индивидуально игрались, повторю, потому что в разных регионах это было все по-разному. Либо какие-то игры вы вспомнили, и которых я не вспомнил. Потому что, вот видите, сейчас я вспомнил про эти ножички, хотя о них не знал. Детских игр было много. Ну, одна голова хорошо, а две лучше. А нас с вами еще больше смотрят, как минимум, там, 200-300 человек. Да вот, вы поэтому можете написать и порекомендовать, и вспомнить совместно какие-то игры, и рассказать правила этой игры. Хотя бы вкратце, но рассказать. Не знаю правил игры, и не представляю об этих играх вообще ничего. Когда я начал смотреть, я действительно не знаю этих игр. Вот игра, и в чем они заключались? Вот игра «Дочки-матери». Вот я знаю и слышал, что будем играть в «Дочки-матери». Что значит «Дочки-матери»? Во что играли? То есть, кто-то был дочерью, кто-то был мамой. И что делали? В чем заключалась игра? Что нужно было сделать в этот момент? Я вот, честно говоря, не знаю. Я знаю, что, вот я, кстати, не записал, что была такая игра. Мы там в больницу играли. У нас были там кассовые аппараты, листочки выполняли там функции билетов. Деньгами, как вы тогда описали, помните, мы говорили, либо пуговицы были, либо какие-то камушки, либо еще что-то. И у нас мы там катали на аттракционах, либо еще что-то. Вот это вот было. А вот «Дочки-матери» я слышал о таком названии, но никогда у нас во дворе никто не играл, и такого не было представления. Я даже не понимаю, в чем суть этой игры «Дочки-матери». Я садовником родился. Тоже не понял эту историю. Вот картинки я вам прикреплю, которые в интернете я нашел, прикрепляю сейчас. Но эта картинка, она не изъясняет никаких правил игры. Есть и другие вот игры, которые я вам перечислил. Например, те же самые там «Вышибалы», либо... Кстати, я еще об одной игре забыл. Ладно, сейчас я вам, если я не забуду. То там даже нарисованы какие-то схемы, как эта игра происходит. Вот игра еще была... Не вспомню, наверное, сейчас. А тут листочек я куда-то уже задевал. Ладно, в общем, неважно. Напомните, и тогда расскажете. Вот. Значит, следующая игра это была, которую я вообще не знаю. Это была... Я уже куда-то в полу спустился. Это у меня такая широкая кофта, которую я, кстати, ни разу не надевал. Versace или как они называются. С глубокими капюшонами. Так уже, как домашнюю одежду ношу, хотя ни разу ее не одевал на улицу вообще. Кис-брысь-мяу. Что это за игра? Крысь-брысь-мяу. Это вообще что-то с чем-то. Почему-то на рисунке, то есть на фотографии этой игры изображен мальчик и девочка. И то ли они целуются, то ли это что. Тогда-то очень маленькие дети. Я помню, что в более взрослом возрасте мы играли в такую игру пух-мех-перо, что ли, как-то так называлось. Пух-поцелуй двух пух, мех-поцелуй всех, перо-поцелуй одного. Ну, типа такого. Не знаю, это, наверное, первый опыт, так скажем, щенковых опыт любви и поцелуев. Потому что это была игра не в бутылочку, а вот именно такая игра. Почему-то мы в нее играли где-то в подъездах, чтобы нас никто не видел. Но, видимо, потому что в советское время нельзя было целоваться. Помните, как в «Москва слезам не верит», да, говорили? Вы что, забыли, что вы в общественном месте, если вы с взрослыми разрешали целоваться на улице, то детям? Это уж тем более. Ну, естественно, чтобы не в губы целовались. Ну, так, типа в щечку. Ну, типа такие детские забавы. Щенячь, так скажем. Поэтому вот не знаю, что это за игра такая. Была кис-брысь-мяу. Так, следующая игра – это «12 палочек». Я, кстати, сначала не вспомнил, что это за игра. А потом я по картинкам вспомнил, что была за игра. Да, действительно, ставилась какая-то... На кирпич ставилась палка такая или как... Не бревнышко, как это называется штука. Доска. Доска, либо как. И туда какие-то палочки клались. Была команда одна, либо две. Вот это уже все я не помню. Я помню, что билось так же там, где палочки не лежали. Потом ногой это разбивалось. И люди разбегались в разные стороны. И что нужно было сделать? Эти палки то ли собирались, то ли были две команды, то ли еще что-то. Ну, по картинке... Марусь, ты хоть бы сюда поближе тогда в кадр въехала. Это у меня, знаете, как у этого... Как у запашных есть игр такой. Вот там и за хвост тянут, и за лапы. Он катается там по манежу. Только так. Поэтому пришла тут. Вот, скучает, играть хочет. Поэтому вот я вспомнил эта игра, но примерно какие-то вспышки об этой игре были. Но сама суть я так тоже не помню. Вы поедете на бал. Тоже очень интересное название. Но что значит, вы поедете на бал, и ни разу у нее не играла. Не могу представить, в чем заключалась суть этой игры. Лапта. Но лапта вообще не помню. По картинке что-то похожее на американский... И вот этот вот, как называется, не регби, а... Господи, любимая американская игра, как она называется. Ну, вы подскажете, я забыл. Тоже что-то типа подобное. Только там-то оно получается как бы битой бьется, а здесь как-то такая плоская... Плоские палки были. Тоже воспоминание было что-то, но это такая, знаете, прямо какая-то единственная кратная вспышка. Что где-то либо я проходил, маленький был, либо это совсем взрослое поколение играло, и поэтому я был очень далек от этого. И вспомнил, что потом уже практически, когда сел записывать это видео, я вспомнил, что была игра в баночки. Баночки, наверное, похожи немножко чем-то игру на лапту. Ну, не на лапту, а на городки. Тоже была палка, которой нужно вставать на какое-то расстояние от этих банок. Они как-то определенным складывались формами. Одна банка, потом две банки, потом как-то друг на друга оставились, потом четыре банки. Ну, в общем, как-то эти банки нужно было выбить. Но тоже какой-то вспышкой такой. Либо я пару раз играл, и это все-таки более взрослое поколение играло. Либо где-то я просто стоял и смотрел, как это играют. Все, належалось. Поэтому, короче, вот такая вот история. Если вдруг вы увидите какие-то видео с тем, что... В этом видео увидите те игры, которые я не назвал, либо те игры, которые вы вспомнили. Либо где-то я ошибся, либо как-то по-другому игрались в вашем регионе. Обязательно напишите в комментариях, потому что интересно узнать. Знаю, что вам понравилась эта тема советского времени. Поэтому я ее, так скажем, стал развивать с помощью вас. Если вдруг вы вспомните еще какие-то темы, которые вас будут интересовать, для того, чтобы я их немножко проработал, рассказал, и с вами на эту тему поговорили, конечно, обязательно пишите в комментариях. Ну что ж, на этом мы закончим этот влог. Пишите комментарии, ставьте лайки. И будем с вами общаться уже там, в комментариях. Всем пока-пока. Спасибо большое всем за внимание.